Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас будет видео о покупке мустанга на вестернский аккаунт. Так что устраиваемся поудобнее или же седлай своих коней и поехали! Как вы знаете, Хина девочка индейцев, которой очень много вестернских лошадей. К примеру, у нее есть несколько Аполлус, Пейнтхорсов, Магик Пейнтхорс и сегодня, после, кстати, недавней покупки Теннисица, которую я еще не докачала до 15-го, мы будем покупать мустанга обновленного. Хочу признаться, я хотела в этом видео купить и мустанга, спирита и Пейнтхорса Дождь, чтобы это было очень милое такое видео общее, что спирит и дождь покупка в одном видео, но, к сожалению, на этом персонаже всего лишь 1170 аккаунтов, поэтому мы можем позволить себе только одну какую-либо лошадь. Ну а так как мустанги только-только вышли, я считаю, покупать нужно именно его. Ну а Пейнтхорсовую грозу, как и по сюжету мультфильма, спирит встретит чуть позже. Но у нас есть один очень серьезный вопрос, какую буланную масть мустанга купить? Стоит он 900 старкоинцев, очень круглая цена, непривычно. У нас есть две буланные масти. Одна вот такая вот, которая очень максимально похожа на спирита, у нее есть и ремень. И он прям такой желтенький-желтенький. Но всех, кто любит именно вот эту вариацию, смущает, что у него светлые корни на хвосте и гриве. Это не похоже на привычного нам спирита. Зато вот у светло-буланного хвост и грива прям черные, даже немножечко с рыжиночкой на конце. Но это просто выигравшие волосы, я так понимаю. И вот он-то больше всего похож на спирита в плане вот даже соотношения, что очень темная мордочка, очень темные ножки, грива единого, однотонного просто цвета, тоже темная. Но у него нету ремешка по спине. И вот сейчас я буду просто очень-очень долго ходить и думать, какого же все-таки буланного мустанга купить. А знаете, как бы, тут нет канона никакого, ни один из этих двух коней идеально не похож на спирита, чем-то отличаться. Поэтому я плюю вообще на то, что спирит был более желтый. Я беру вот этого буланова с этими поводьями феи, взрослый, жеребец. Ай, вообще, хотелось бы назвать его на английском, но я поздно об этом подумала, поэтому мы сейчас будем называть его на русском языке. Ну, знаете, долго думать не пришлось. Все-таки спирит — это душа. Как бы дух даже. Дух, жеребец долины Синмароу. Я его хочу назвать «Свободный дух». Свободная, да, потому что у нас нету окончания «ы». Спасибо, ненормальный перевод имен для лошадей. Прям огромнейший, в кавычках вам спасибо. В общем, это будет «Свободный дух». Ну, просто еще говоря, кличка спирит, тут понятно, да-да-да. Так, и в итоге. Надо еще, кстати, характеристики посмотреть. Сила 2, дисциплина 2, скорость и выносливость по нулям, гибкость 2. Ага, смотрите, он уступает в гибкости, по-моему, Аполлузам, Пейнтхорсам, Квотерхорсам, да и даже Арабам. У тех, по-моему, гибкость вообще 3, а у этого 2. То есть, наверное, он здесь больше котируется как горный конь, то есть прогулочный, как Танисийца. Ну, кстати, сейчас посмотрим, у Танисийца сколько. Так, ну-ка, пожалуйста, верни мне свободного духа. Так, ну что ж, покупаем взрослый жеребец «Свободный дух», кличка спирит. Так, хочу купить, да? Ой-ой-ой, какой ты классный. Да, кстати, в особенности, эту лошадь действительно стоит покупать, если вы не хотите брать ее в выиску. Но, сейчас посмотрим, куда можно брать. Да, у даже Танисийца гибкость 3, а у Мустанга гибкость 2. Вот такой вот красавец. Мне очень нравится анимация шага. Он не крупный, я думала, он будет чуть пошире, к примеру, чуть поменьше лепеца, не в плане крупа. Ну, нет, Мустанги на самом деле не такие уж и крупные лошади. Он что-то среднее, мне кажется, между Танисийцем и Бельгийцем. Не могу сейчас сравнить с Бельгийцем, так как у меня на этом аккаунте его нет и не будет. Посмотрим дыбы. Вот так... что? Странно, мне почему-то казалось, что сегодня днем и вчера дыбы были какие-то другие. Но, видимо, мне казалось. Очень красивые дыбы. Анимацию специально мы посмотреть не можем, так как он еще не седьмого уровня. Но я вам скажу сразу, я ее посмотрела на другом аккаунте, на Вороном в Мустанге, и мне она не нравится совсем. Ну, вот вообще от слов. Она вообще мне не нравится, она очень странная, как будто какая-то ломаная, наверное, так будет лучше сказать. В общем, она не подходит. Но давайте посмотрим разницу между Танисийцем и самое интересное. Это сравнение с Аполлузами и Пейнтхорсами. Все-таки это примерно лошади, обитающие в одних и тех же местах. И хочется увидеть их в сравнении. А, кстати, да, он еще и похож на вот этих, на Аполлуз больше. Так, Пейнтхорс, давай еще тебя поставим рядом. Ой, как интересно все это сравнивать. У меня на этом аккаунте столько вестернских коней, это прям очень классно. Только Квотерхорса нет. Но он, в принципе, здесь и не нужен, он уже кардинально отличается от моделек вот этих лошадей. Ну, кстати, вот эта четверка сейчас стоит, очень классно выглядит. Да, так что вот такая вот разница. По высоте... Мне кажется, Мустанг самый низкий. Нет? Ой, а по-моему, да. По-моему, Мустанг самый низкий среди всех этих лошадей. То есть он вообще ниже всех. Только если Квотерх будет ниже. Вот это да. Ну, может быть, он чуть повыше-то несится. Да, он, похоже, чуть повыше. Или нет? Я не знаю, это, может быть, еще и сгиб спины влияет как. Самый простый. На нем это смотрится странно, странновато. И дело не в Альтрапе, а, в принципе, в... Как бы, седле и уздечки. На нем вот шикарно смотрятся все вестернские седла, вестернские уздечки, хакаморы. Потому что еще средневековые уздечки на нем классно сидеть должны. Ну, вот такой вот красавчик. Я очень рада, что я наконец-то дождалась этого момента, чтобы купить себе мустангов. Пока что на основу я не знаю, какую масть взять. Но безумно радуюсь, что уже на двух аккаунтах у меня есть мустанги. Один вороной, один вот прям спирит, в моем понимании. И осталось только дождаться, когда Хина накопит старкоинца и сможет купить себе дождь, грозу, рейн. Главное, в общем, бегово. Пейнтхорса. Просто пейнтхорса. Так, вот мы и приехали на плац. Здесь мы сейчас посмотрим быстренько, кратенько анимацию. Мне очень нравится его шаг. Он такой вот быстрый и очень динамичный. Мне не нравится его рысь. Я считаю, что мустанги вообще порода не для выездки. Вообще никак. Может быть, кому-то Рейси нравится и кто-то захочет его взять в выездку. Учитывая то, сколько у них спортивных причесок. Больше, чем у некоторых действительно хороших пород. С аллюрами выездковыми. Дальше у него прыгучий манежный галоп. По-моему, почти такой же, как у Танисица. У Квотера. То есть, такой исключительно походный типаж, я думаю. Дальше идет у нас галоп. Хороший галоп. Ну, как бы, я, кстати, чаще всего никогда ничего не могу сказать про галоп. Потому что, ну, это галоп. На нем ты просто скачешь. Но вот какой у мустанга карьер, ребята. Это прям спирит. Причем это, он еще медленный, второго уровня. Представляете, что будет, какой эффект, когда он вот этим галопом будет бежать. Вот просто смотрите, вот их, вот сейчас я даже пристроюсь к человеку, он явно гонку проходит. Какой эффект, когда бегут два мустанга. Так классно. А представьте, когда бунт такой устроить. Но это не самый быстрый, кстати, карьер. У нас же есть еще быстрее. У нас есть очень быстрый карьер. Вот такой вот. И это второй уровень. Я прям в ожидании, когда он станет пятнадцатым. Я вам обещала показать, в какой же спорт брать мустангов. Так вот. Я считаю, что мустанга можно брать в конкур. У них очень красивая анимация прыжка. Мое мнение, да и, в принципе, мнение всех моих знакомых, у которых я спрашивала, в какой спорт можно брать мустанга. Все подтвердили, что выездка вряд ли. Но конкур это точно. Ну, а также, благодаря их красивому уголопу и карьеру, можно их брать в кросс. Ну, а если есть допуск, то еще бы и в скачке было бы неплохо. Кстати, тормозим мы вот так вот. То есть мы тормозим, присаживаясь, но не проезжаем расстояние, как пейнтхорсы, квотерхорсы. Мы просто... Не, мы чуть-чуть проезжаем, но не так много, как эти породы. Осаживание мы делаем очень хорошо, плавненько, красиво. Вот, кстати, осаживание действительно делает мустанг красиво. Можно легко и просто посчитать шажочки. Не знаю, может быть, я поменяю свое мнение, но пока что я считаю, что мустанг не выездковый вообще. Конь, если вдруг будут переделывать анимацию, то тогда, может быть, действительно его и начнут активно брать в выездку. Но пока посмотрим. Пока что просто их все покупают, прокачивают, занимаются с ними. И просто наслаждаются новой обновленной моделькой старых добрых мустангов. Так что на этом все. Видео подошло к концу. Спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам обновленные мустанги. Купили ли вы себе какую-либо масть? Ну, а также ждете ли вы того момента, когда этот персонаж накопит старкойнсы, чтобы купить грозу для спирита? Ну, а на этом все. И мы с вами прощаемся. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. А вот еще, кстати, я сейчас обнаружила одну вещь, что когда он делает дыбы, на нем нельзя поворачивать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова